Всем привет! Продолжается тема «Кармические преступления и наказания». Как-то неожиданно у меня получилось, что эта тема развивается и развивается. Обусловлено это тем, что Южный кармический узел перешёл в знак Зодиака Весы. Значит, ещё следующие полтора года, ребята, те, кто совершали преступления против брака, скажем это так условно, против союзов любовных, будут нести наказание. И сегодня мы как раз рассмотрим один из видов таких правонарушений, когда замужняя дама Матрона, сколько бы ей не было лет, даже если ей 20 лет, но девушка замужем и у неё есть дети, она на обеспечении мужа, это Матрона. Пожалуйста, понимаете правильно, ребята. Если девушке 40, она без детей свободна, это девушка. Если девушке 20, но она с детьми замужем, это уже женщина, это дама, это Матрона. Понимаете? Так вот, если такая Матрона отбивает свободного у свободной девушки. То есть была пара, свободный мужчина, свободная девушка, они должны были создать новую семью. Но тут приходит эта Матрона и решает, что ей можно заиметь этого свободного мужчину. Давайте посмотрим, какое кармическое наказание будет и какое ему, да, этому мужчине, если он поведётся. Так, какое ей будет наказание? Ударит по детям и по мужу, чтобы вы с детьми, дети от неё отвернутся, дети не захотят с ней общаться, чтобы вы с мужем, а муж тоже от неё закроется. Она останется одна. Здесь одиночество, таким женщинам наказание, кармическое наказание. А что будет свободного мужчине, который, уйдя от свободной женщины, переходит к замужней женщине? Что ему будет? Ну, тут показано, что он как бы сам себе ловушку, во-первых, делает. То есть он как бы сам себе, сам в свой капкан попадёт. Сейчас поясним. Здесь говорится, что это дьявольские проделки на эгоизм. И он на семь лет тоже останется один. У девушки появится, у его свободной девушки появится выбор, а его она отсечёт. Кто-то семь, кто-то восемь лет будет одинок. Ну, здесь разная кармическая история. Думать он постоянно будет о свободной девушке, потому что она его Ева. Он знал, что она его истинная пара, но повёлся на несвободную. То есть у него была уже его Ева. Так, и что свободная девушка? Ну, у свободной девушки появится новый выбор. Да, она будет очень в депрессии, но она сможет выйти из этой депрессии, сможет трансформироваться, переродиться, встанет на выбор и отсечёт бывшего. Всё-таки здесь девушка выбирает нового. Та, которая свободная, та, которая оказалась жертвой этой ситуации, у неё будет новый мужчина. Субтитры создавал DimaTorzok